МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Точка зрения, передача участником которой может стать каждый, потому что мы работаем в прямом эфире, и у нас есть телефон 24-24-80. Звоните, подключайтесь к эфиру, задавайте свои вопросы. Сегодня поговорим о предстоящих праздниках, вернее, о том, как сохранить свое здоровье на новогодние каникулы. Гость студии, заведующий кабинет профилактики областного наркодиспансера Ирина Демичева. Ирина, здравствуйте. Вопрос у меня такой. С каким ожиданием вы настроены на этот период? Какой он для вас обычно приходится, этот период? Конкретно... Новогодние праздники. Работа областного наркодиспансера в новогодние праздники. Ну, если будет поступление больных, пациентов, мы настроены их принять ежедневно. Но хотелось бы, чтобы их было меньше. Хотелось все-таки народ, мне кажется, научился уже употреблять спиртные напитки, правильно их употреблять, правильно питаться за этот период. И я надеюсь, что все-таки и количество будет поменьше. То есть вы хотите сказать, что население Астраханской области научилось пить? Население Астраханской области научилось правильно употреблять спиртные напитки. Да. То есть уже учиться и здоровым быть модно. Сделало акцент населения Астраханской области, сделало на здоровый образ жизни, на спорт, на что-то более... Ну, тем более за эти два года менталитет и мировоззрение во всем мире изменилось. Есть у вас какие-то статистические данные в связи с этим? Вот просто интересно даже, на основании чего вы делаете такие выводы? По поступлению пациентов. Чисто практика. То есть их стало меньше. На улицах, вы сами прекрасно видите, стало меньше тех, которые шатаются, которые пьют, которые употребляют спиртные напитки. То есть народ правильно делает акцент на здоровый образ жизни. А вот если судить, опять же, по каким-то данным, анализируете наверняка периоды. Период 1-10 января. По сравнению с иными периодами этого года. Насколько он загружен обычно бывает в работе областного наркодиспансера? С 1 по 10. Но, скажем так, мы специально сделали и 15 декабря. День трезвости. Это региональный. Чтобы все-таки народ уже заранее был во всей оружии. Меньше употреблял. И все-таки для христиан это пост. И будем надеяться, что с 1 по 10 все-таки по-другому будут относиться люди. Не то, что дорвались. Выпили, проводили этот год. Тяжелый, как и 20-е. И в еде, и в питье, чтобы это было соразмерно и нормально. Функции кабинета профилактики, которые вы возглавляете, какие они? Что из себя представляют? Функции – это работа. Это первичная, вторичная, третичная профилактика. Это работа первая, если первичная. Это с населением. Со всеми возрастными категориями. Вторичная. Это с пациентами. Третичная – это после, с реабилитантами. Это те, которые в зависимости, с созависимыми и так далее. То есть это вот. А первичная профилактика – это именно то. Это тренинги, это семинары, это лекции, это круглые столы, это разъяснения. Но это все то, что касается акций, различные проекты, которые наркодиспансер пропагандирует. То есть понятно, что функции вашего кабинета – оказывать непосредственную помощь тем, кто в этом нуждается. Профилактировать. Профилактировать. Профилактировать, да. То есть употреблять, как еще Расул Гамзатов говорил, что пить можно всем, но надо знать, где, когда, сколько, зачем, за что. Прямо такую сейчас в лирику ударились. Но это действительно так. Поэтому не столько лирика, но она действительно правильная и соответствует. Тем временем, тем не менее, советы бывалых врачей, если вдруг что-то пойдет не так на новогодние праздники, и человек употребит сверхположенно. Во-первых, существует ли какая-то мера, я не знаю, для каждого? Или она индивидуальна для каждого? Значит, во-первых, мера индивидуальна для каждого, однозначно. До этого употреблял, не употреблял, гены какие и все остальное. Значит, желательно 31-го не дорваться до конца, до 11 часов, допустим, да, и на столе уже переизбыток еды, и голодный желудок, и вот мы сели, и жирное, жареное, и все остальное, и тут же питье. Питье, вот, соответственно, конечно, это скажется на 1 января. Поэтому и ни в коем случае не похмеляться 1 числа, лучше, конечно, водички. Тогда же так же неинтересно. Тогда это пойдет уже очередное, да, то есть и тогда побочное действие уже будет спиртного. И все-таки лучше, конечно, не смешивать спиртные напитки, однозначно. Хорошее общение, хорошая компания, шампанское, допустим, если кто-то употребляет, да. Но не смешивать, конечно, слабые виноградные там напитки, допустим, тот же коньяк, шампанское вино с ромом там и так далее, да. То есть это должно быть как-то, ну, беречь себя и, прежде всего, любить себя, однозначно. Когда будете любить, не будете допускать такого, чтобы потом забыли, где были, с кем были. И, конечно, желательно в приятной компании. Когда за разговорами и приятной компанией меньше хочется, ну, как бы напиваться, а хочется именно общаться, танцевать и так далее. А как заведующий кабинета профилактики областного наркодиспансера Ирина Демичева отмечает, встречает Новый год обычно? Встречает Новый год обычно. Значит, люблю свою семью, вот, и это получается именно в кругу своей семьи. Это шампанское. Исключительно шампанское? Крепкие напитки. Вы не предпочитаете? Не предпочитаю, да. Хорошее вино и хорошее шампанское, да. Фужер шампанское. Фужер? Фужер. Один в новогоднюю ночь? Один в новогоднюю ночь. А как ваши близкие обычно? Обычно мои близкие, если, допустим, муж, то немножко более крепкие спиртные напитки. Он себе позволяет немного расслабиться? Ну, крайнюю малость. Чуть-чуть. Со мной как бы не совсем получается в этом. Вы контролируете процесс очень. И угрожаете, если чуть-чуть, то сейчас поем сразу в наркодиспансер. Нет, нет, нет. Это чисто просто не первый год, как, скажем, замужем по этому, это уже отработанная система, так что никаких проблем ни у него не возникает, чтобы там постоянно контролировать или еще что-то. А если вот случится, что кто-то плохо себя почувствует в новогоднюю ночь, какую может ему помощь оказать вообще областной наркодиспансер, если он туда обратится? Стоит ли обращаться вообще? Либо это можно как-то сделать вот в домашних условиях? Отчего ему станет плохо. Если он переел жирную пищу, если он вообще переел, да, то, соответственно, это не к нам. А если ему плохо, он не знает от чего? Если он не знает от чего, ну, обычно работает скорая помощь. Значит, вызвал и не знает, от чего ему плохо стало. Да, это, как говорится, я употребил коньяк, я употребил шампанское, водку. И вот надо же было мне съесть винегрет, мне стало плохо, поэтому не будем до этого доходить, да. То есть он, в принципе, должен быть в сознании и знать от чего, что он переел, что он перепил. Если, конечно, он переупотребил вот именно и наелся еды соответствующей, но есть определенные препараты, которые он знает, если прекрасно, что у него до этого беспокоило, да, желудочно-кишечный тракт или еще что-то, то он знает свои препараты, которые надо употреблять до принятия пищи или, значит, после, соответственно, или во время. Вот, если наши спиртные напитки, значит, передозировка произошла, на следующий день не употребляем, это обязательно воду. И желательно, конечно, до того, как вы начали встретить или гостей, или вы сидите за столом, обязательно вода. Обязательно вода. Выпить воды. Картошечка, да, картошечка. Сколько, какие объемы воды? Стаканчик. Стакан воды. И каждого индивидуально. Это все индивидуально. А как вы относитесь к тому, что люди пьют определенное количество таблеток активированного угля перед тем, как выпить там? Картошечку. Картошка очень хорошо балансирует как раз употребление. Картофель все-таки? Картофель все-таки, да. Лучше активированный уголь не пить вообще? Ну, если кому-то это помогает, может быть, действует именно для кого-то это так, да, мне помогло, а для другого это не поможет. Ну, опять же, картофель все-таки расщепляет. Ко всем все так же индивидуально. Индивидуально. Индивидуально, конечно. От веса, от возраста, до того, как он употреблял, не употреблял, еще что-то. От времени дня, если он уставший, не уставший. То есть это чисто все индивидуально. Допустим, человеку плохо в новогоднюю ночь, опять же, звонит в скорую помощь. Да, скорую помощь. Она куда? В стационар, в медицинский стационар, в больнице. По показаниям. Но не к вам. По показаниям. В каких случаях к вам привозят? К нам, если психозы. А если отравление, то это и кировское, в зависимости от возраста. У вас, получается, уже тяжелых привозят. Таких, которые уже перепилили. Которые как раз к десятому дню. У которых признаки психоза наблюдается. Если психотические есть расстройства, привозят к нам. Это как раз во время выходных. Какие могут быть признаки? Агрессия? Видит кого-то, слышит кого-то, бегает от кого-то и так далее. И состояние, как правило, бывает, если они употребляют спиртные напитки 10 дней, а потом перестал употреблять и говорят, ну я же не пил в это время, почему у меня психоз. Как правило, бывает это и так. Какую помощь оказывают такими людям в наркодиспансере обычно? В наркодиспансере? Это капельницы? Дезинтоксикация, конечно, да. Это несколько дней наблюдения, это контроль. Это в зависимости тоже, если беспокоит что-то и побочное с внутренними органами. То есть это тут же и печень смотрится, и пучки, и сердце тоже. Назначение препаратов определенных, помимо того, что дезинтоксикация. Количество коек сегодня в наркодиспансере какое для того, чтобы оказывать такую специализированную помощь? Ну, скажем так, хватает. Хватает? Хватает. То есть нет такого, что заполнено на 100%? Хватает. Всегда хватает? Хватает, да. Поэтому я и сказала, что все-таки стали меньше употреблять спиртные напитки. Так вам тогда неинтересно будет? Понимаете, вас могут закрыть вообще тогда, если вы... Ну, русский народ настолько крепок в этом отношении, что мы не боимся, что нас закроют. Вот, все-таки везде это как традиция, ритуал все-таки идет, что это употребление спиртных и порой злоупотребление идет спиртных напитков. Хотелось бы, конечно, чтобы это просто смаковали, да, вкусно было и за столом, именно вкусное употребление, вкусное общение и так далее. Да, вот так бы хотелось. Это «Точка зрения», мы уходим на небольшую паузу, оставайтесь с нами. Это «Точка зрения», работаем в прямом эфире, 24-24-80, звоните, задавайте свои вопросы, тем более речь идет сегодня о новогодних праздниках, вернее, как сохранить свое здоровье в эти самые новогодние праздники. Опять же, количество их будет большое, как и положено. Сегодня гость студии Ирина Демичева, это заведующий кабинета профилактики областного наркодиспансера. Ирина, до перерыва на паузу мы поговорили о том, чем сегодня оснащен наркодиспансер. Понятно, что оснащение медицинское, в том числе оборудование, происходит постоянно у вас. Что сегодня есть в наркодиспансере для того, чтобы оказать самую профессиональную помощь медицинскую? Легче сказать, чего нет в диспансере. Давайте скажем то, чего нет. У нас есть все в достаточном количестве, чтобы была оказана квалифицированная помощь и именно профессионалами. То есть это работа врачей-наркологов высшей категории, которая оказывается, и у нас и смертность в отделении меньше. Не то, что меньше, а практически смертности нет в отделении. Если в крайнем случае привозят в тяжелейших случаях, тогда, может быть, не удается спасти. Но поэтому я и говорю, что все-таки человеку самому надо делать акцент на то, что любить себя, беречь себя и не допускать до того, чтобы получилось так, что не удастся врачам даже справиться с его состоянием. А смертность когда была вообще в учреждении? Вы говорите, сейчас уже нет смертности. Она была же? Нет, я имею в виду, ну, бывает. Бывает. Я же говорю, бывают тяжелые случаи. И бывает, что, может быть, даже не удается спасти. Да, смертность – это все под Богом ходим. Ну, не степень, а качество медикаментов, которыми оказывают у вас помощь, насколько оно совершенствуется? Все по стандартам, все то, что Министерство, Минздрав Российской Федерации – это определенные стандарты, определенное то, что положено, и у нас оснащено это все. Это список, он меняется каждый раз, медикаментов, или он же остается, как бы, 5 лет назад? Основа остается, ну, и добавляется, соответственно, по новым рекомендациям, по новому. Да, однозначно, конечно. В зависимости от времени. Так же, как и ковид, сколько было различных, да, протоколов лечения и всего. То есть это все меняется, все, но основа остается, в принципе, здесь как бы и добавляется. А что касается персонала, насколько его хватает вообще в учреждении, там, допустим, есть такое, что на каждого больного есть свой персональный медицинский работник, условно говоря? Это, опять же, по стандартам у нас, в зависимости от количества, сколько пациентов, отделения, столько и медсестер, столько и врачей, это все именно исключительно. Ирина, понятно. Понятно. Вообще, что говорят врачи, как лучше проводить эти новогодние праздники? Я не говорю уже про новогоднюю ночь, мы ее обсудили более чем подробно в первую часть программы. Значит, обязательно, обязательно. Это все-таки первого числа встали, но выспались, встали. Это зарядка. Это обязательно свежий воздух. Это обязательно насиделись мы все-таки в этот ковид, и были закрыты, да, невозможно сходить, и люди как бы жили, не могли выйти. И сейчас воспользуйтесь тем, что поехать куда-то, если есть возможность, да, новые люди, новые встречи, обязательно спортивные учреждения. Сходите, позанимайтесь, позанимайтесь с детьми, пообщайтесь с детьми, пообщайтесь с любимыми людьми, с женой. Что так сразу, Артем, взгляд такой, когда я говорю. Да, это именно исключительно так, что этот период надо восполнить тем, что за год все-таки невозможно было сделать. Сделать сейчас, восполняйте это все. Пробелы исполняйте. Конечно, это дети, это хобби какое-то, которое вы отложили, да, сделать что-то там. Все, что угодно, все в ваших руках. Используйте это время именно с позитивом, и именно во благо, и чтобы это было действительно потом приносило пользу. Вы говорите об сечении спортучреждений, спортобъектов, а если перед этим человек употребил алкоголь, прошел некоторое время, он, допустим, хорошо выпил на годнюю ночь, а потом пошел в спортзал, условно говоря, это может сказаться в итоге негативно на его здоровье, может на сердце, на какая-то нагрузка будет? Ну, желательно, конечно, чтобы это все-таки вышло из организма, то значительное употребление, да, чтобы не было миокардита в дальнейшем, чтобы не было побочного действия и на печень, и на сосуды, да, и все-таки желательно. Может быть, даже кому-то полезно сходить в баню, любит, да, очищение это, соответственно, потом дальше. Но вот желательно все-таки первое число не начинать с употребления, да, и не опохмеляться, страшно не пить ее опохмеление. Поэтому, да. А скажите, пожалуйста, в областном центре, ну, вообще в наркодиспансере, как часто бывает такое, что оказывают специализированную помощь именно медикам, коллегам? Все люди, все человеки, и все, да, и когда, тем более, человек видит что-то тяжелое и не справляется с каким-то стрессом, потому что потерь было много, и, может быть, да, действительно, за эти два года, да, многих потеряли близких людей своих, да, поэтому, может быть, действительно, где-то передозировки и не справляется, сам помогают сами, да, медики. В взаимодействие есть в этом плане какое-то с иными медучреждениями нашего региона в этой части? В чем? Ну, вот, допустим, опять же, везут, взяли больного какого-то, привезли на скорой помощи, в каких случаях вот сразу звонят в наркодиспансер? И, может быть, вы как-то курируете, контролируете ситуацию, звоните в те или иные учреждения, как у вас с такими случаями, насколько они часто сейчас? Такое взаимодействие, может быть, в режиме даже телефонного звонка наблюдается такое у вас? Так, в отношении, когда везут к нам или еще что-то, ну, это скорая помощь, говорит, места есть. То есть вам звонят, не вы звоните, а... Ну, да, в большей части в нас заинтересованы, поэтому, конечно, вот, нам перезванивают, нам звонят и спрашивают. И спрашивают консультации, спрашивают советы и возможности госпитализации, да. Вот не так давно слухи были, муссировалось в том числе это в прессе, о том, что хотят у нас вернуть вытрезвители. Как вы к этому относитесь? Насколько бы это вам была бы такой поддержка, помощь вашему медучреждению? Сложно говорить, но многое возвращается на круги своя. Поэтому, да, и ЛТП, возможно, когда-то вернутся, и, возможно, и вытрезвители тоже, как они были, да. Вы работали в системе наркодиспансера, когда были эти вытрезвители? Да. Как раньше это происходило? Вот, допустим, человек везут в вытрезвители, а вот в наркодиспансеры, опять же, как, если... Ну, если психотические расстройства, опять же, если изменение состояния, потом наркодиспансеры. Если выходит из этого состояния, домой. Все. Я просто не раз слышал, в том числе и от представителей наркодиспансера, такое мнение, что как было бы хорошо, если бы они бы снова были эти вытрезвители. То есть, объем работы очень бы сильно уменьшился на работников. То есть, сейчас понятно, что у врачей, у персонала работы хватает, в том числе. А так было бы куда проще, если бы была такая поддержка. Конечно. А врачи, персонал, медики, проходят ли курсы обучения, какие-то переобучения, ездят ли куда-то на какие-то семинары? Что могут подчеркнуть они, узнать из этих семинаров? Ну, сейчас, во-первых, это все непрерывное медицинское образование происходит. То есть, не отходя далеко, это на компьютере, это и очно можно, и дистанционно, и происходит обучение. Они, вот, по своему профилю дополнительные специальности берутся. То есть, это как бы сейчас легко и свободно это можно делать. Не обязательно. Раньше было раз в пять лет. Сейчас это время есть свободное на компьютере, прошли программы, прошли эти циклы определенные. Ирина, а есть какой-то своеобразный, может быть, рейдинг вот таких учреждений, которые оказывают подобную специализированную помощь, наркодиспансеры по всей стране. Есть ли у вас какой-то рейтинг и какие позиции занимает наше областное медучреждение в таких... Мы в серединке. В серединке. Мы в серединке, мы хорошо. Золотая середина, в общем, это наша. Мы хорошо, мы хорошо, да. Мы держимся хорошо. А в топе, как правило, это кто? Это столичные медучреждения? Ну, из года в год немножко по-разному им меняется. Ну, так в основном, да. А чем они хороши, что у них есть, того, чего у нас нет? Вот вы говорите, что у нас все есть. Я вам скажу, что иногда те, которые на периферии и региональные учреждения, чаще всего у нас, чаще нормативные законодательные акты. Мы продвигаем вперед, а потом они федералы. Так что здесь мы по многим пунктам впереди даже. По законодательным. Кодин содержащий и различные и лирика, и различные другие препараты. Впереди мы на законодательном уровне. Татьяна Александровна Улеско, да, поскольку депутат Думы, нам легче все это делать. И сейчас идет у нас проект в отношении того, что если семья употребляет спиртные напитки, до лишения родителей родительских прав можно пролечиться у нас. И потом, значит, ребенок возвращается в семью и не становится сиротой. То есть это проект. В этой связи, в законодательном, это все уже сточилось. Будет изменение, да. Наоборот, легче стало в плане того, что родители не сразу лишают родительских прав, а есть возможность того, что судом решается вопрос о том, что пролечится у нас в диспансере мама или папа, и назад домой, и ребенок возвращается. То есть это вот в этом отношении, да, это лучше. Ирина, я вас благодарю, что вы нашли время в таком тяжелом графике, которое сейчас наверняка у вас наблюдается в медучреждении, прийти к нам сюда, рассказать подробно обо всем, о том, в том числе, как сохранить здоровье на новогодние праздники. Будем надеяться, что все будет замечательно. У вас с наступающими праздниками. Все именно. Будем надеяться, что пройдут они легко. И следующий год будет здоровым, да. В следующий год войдем все здоровыми, живыми, и будем... Хотелось бы, да. Жить, жить, что называется, не тужить. До свидания, до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова